Турнирный путь в групповом раунде Лиги Европы металлист начал в столице Австрии. Исторический центр Вены – одна сплошная достопримечательность. Центр Вены – это история, воплощенная в архитектуре. Но о том, что столица Австрии – ещё и футбольный город, на Картнерштрассе догадаться нельзя. Футбол для венцев пока ещё не классика, поэтому место ему только на журнальных лотках. Зато на домашнем стадионе Аустрии накануне игры кипела работа. Несмотря на помпезное название, местная дженералья арена вмещает всего около 11 тысяч зрителей. На их поддержку очень рассчитывал главный тренер хозяев. Мы хорошо подготовились к металлисту, знаем, что у вас есть хорошие нападающие и лидер атак Шавьер. Но мы постараемся использовать преимущество своего поля и выиграть. Кстати, ряды Аустрии в будущем, возможно, пополнит наш земляк. Выходец из Украины Анатолий живёт в Вене уже 13 лет. А вот его племянник здесь всего две недели. Сейчас сдаёт экзамены в футбольную академию фиалок. За Аустрию то ли они болеют, но на стадион пойдёт обязательно. Тренер, как бы, у харьковского металлиста, как бы, Мирон Маркевич, как бы, львивский тренер. Это также, как бы, очень приятно, потому что я сам, как бы, из Львивской области. Через это для меня это имеет, можно сказать, как бы, подвиненные значения. В нынешней Аустрии самый популярный среди болельщиков игрок – голландец Насер Баразите. В предыдущих матчах Лиги Европы он больше всех забил голов. Но харьковских футболистов статистикой не испугаешь. Прежние заслуги – ничто перед стартом группового раунда. Ну, честно, я по фамилиям не знаю. Ну, у них очень хорошая команда, у них нет таких явных лидеров, ну, явных звёзд, ну, звёзд. Команда хорошая, организованная, именно командная игра. Хозяева открыли счёт уже на седьмой минуте. Харьковчане отыгрались в дебюте второго тайма. Отличился папа Гуе. На 77-й минуте жёлто-синие вышли вперёд. Джонатан Кристальдо заработал пенальти, а Шавьер его реализовал. 2-1 – волевая победа металлиста. После прилёта в Харьков металлист уже вечером заехал на базу, готовится к воскресному матчу против Кривбаса. Александр Григоров, Антон Калита, специально для медиагруппы «Объектив» из Вены, Австрия.